всем привет дорогие друзья не так давно в одном из своих видео я рассказывал что на youtube и большей популярностью пользуются видеоролики для начинающих например как там снять на мобильный телефон или как на правильно настроить камеру или там совсем основы что такое диафрагма выдержка iso и на что это влияет но сегодня у нас будет видео для профессионалов или тех кто стремится ими стать и расскажу о комплекте который позволяет вам беспроводным способом управлять фокусом управлять вашим зумом управлять диафрагмой при этом делать это максимально легко максимально удобно управлять как с помощью вот этого ручного блока так и с помощью вы видите на running я установил ручки это не родные ручки так вот именно с этих ручек вы также можете управлять всеми параметрами съемки если вы помните на канале какое-то время назад я показывал делал обзор на фоллофокус для xeon crane 2 ну и скажем так вы сами можете сравнить и понять чем отличается любительское оборудование от профессионального оборудования этот комплект называется тильта nucleus м и на мой взгляд компания тильта макс превзошла в очередной раз саму себя потому что такого продуманного такого функционального такого удобного такого красивого такого качественного устройства я честно говоря не держал в руках до этого времени никогда этот комплект стоит ребята 1200 долларов раньше за такой комплект ну можно было свободно дать 4 в районе четырех трех с половиной тысяч долларов и это было недорого я не знаю как компания тильта умудряется делать такие крутейшие устройства и брать за них не так много денег но факт остается фактом поэтому сегодня я вам расскажу обо всех особенностях этой системы расскажу как и у настраивать как вы понимаете брать такие устройства на тесты достаточно затруднительно потому что они не продаются в таком количестве как любительские дрехайцевые электронные стабилизаторы и соответственно не завозятся в таком количестве этот комплект мне подогнали парни из кремнин стор у них они есть наличие с официальной гарантией поэтому по ссылочке в описании можете перейти в их магазин также не забывайте что у них есть еще большое количество электронных стабилизаторов продажи аксессуаров к ним а также они отправляют вам посылки наложенным платежом поэтому если вам что-то нужно из этого смело переходите по ссылочке в описании и заказывайте вы видите что у нас достаточно много устройств и сейчас я хотел бы рассказать что каждый блок делает вот с этого блока hand unit вы можете управлять полностью как фокусом так и зумом и если у вас установлен третий мотор то вы можете управлять вот этим колесиком и значением диафрагмы поскольку в комплекте идут два мотора то логично их устанавливать на зум и на фокус но поскольку у меня такой объектив вы можете купить мотор отдельно и стоит он 300 долларов помимо ручного устройства в комплекте идут две ручки вы также можете управлять фокусом либо диафрагмой а также есть здесь джойстик для управления зумом но разумеется максимальное удобство достигается когда вы работаете с двумя такими ручками вам ничего не нужно переназначать то здесь у вас фокус под большим пальцем у вас джойстик зума а на этой крутилке у вас назначено управление диафрагмой и вы получаете полный контроль над камерой разумеется эти ручки вы можете устанавливать не только на трехосевые электронные стабилизаторы ну и использовать их на ригах и у тильта есть такой аксессуар ну что теперь настало время показать вам как это все настраивается и работает я выключил моторы на роне не сделал опцию motor kill но сам ронин не выключал потому что питание для моторов мы берем через питап разъем именно от него устройство включается нажатием на вот эту кнопку и вы видели что у нас промелькнула вспышка по вот этому кругу нашему белому где у нас будут маркером размечены зоны нашей фокусировки но опять же вы можете вообще не использовать маркер потому что у вас на этом экране можно задавать до 10 разных точек фокусировки и ориентироваться по нему помимо подсветки здесь также есть вибромоторы поэтому когда вы включаете какое-то критичное значение например переключать управление на вот эти вот устройства вам и соответственно еще вибрация дает об этом знать разумеется эти устройства в первую очередь делаются для работы с кино объективами которым соответственно не нужно вот прикручивать вот эти резиновые штуки если бы вы использовали кино объектив то просто при включении этих моторов они автоматически производят калибровку вам делать ничего не нужно но если вы используете такую оптику то вам нужно вручную откалибровать и в этом нет абсолютно ничего сложного сейчас я покажу как это делать первую очередь вам нужно отодвинуть шестерни и выставить наше значение фокуса на минимум точно также сделайте с зума после этого фиксируем шестерни на нашей резиновой ленте и теперь включаем наше устройство обратите внимание что если вы включаете один также автоматически включается и 2 и если у вас подключен то и 3 моторы должны быть разнесены по разным каналам вы видите у нас мотор номер один у него восьмой канал на совершенно написано мотор номер два я уже выставил на 9 канал и для начала нам нужно их откалибровать и вы видите что пока они не откалиброванные они горят красным цветом как только мы их откалибруем они начнут гореть белым для того чтобы откалибровать нам нужно зайти в меню выбрать function выбрать ручная калибровка что мы хотим откалибровать фокус зум или диафрагму ну начнем с фокуса здесь у нас написано что мы должны перевести объектив минимальное положение фокуса мы это уже сделали поэтому просто вращаем наше фокусировочное кольцо и находим точку нашей бесконечности вот она нажимаем enter и теперь вращение нашего фокусировочного кольца от упора до упора соответствует нашему положению на объективе от минимального фокусного расстояния до бесконечности точно таким же образом калибруется мотор зума и вот вы видите что у нас работает и управление фокусом и управление зумом если у вас не используется мотор на управление диафрагмой как у нас сейчас то в настройках вы вот эту вот крутилку можете переназначить с управления диафрагмой на управление скоростью зума и вот сейчас я выставил нашу скорость зума на 16 процентов и вы видите как он медленно зумирует и теперь я например поставлю на 99 процентов и вы видите что скорость существенно возрастает это действительно хороший функционал также на фокусировочном кольце можно создавать контрольные точки но не маркером как мы все это привыкли делать а непосредственно в самом устройстве выбираем например вот первую нашу точку два раза щелкаем на кнопочку mark у нас появляется буква а соответственно двигаемся дальше выбираем вторую точку нажимаем еще раз б так например вот такой вот у нас нажимаем еще раз c и d и наверняка некоторые фокус пулеры которые не работали с такими системами которые по старинке размещаются маркером скажут что это неудобно но ребята вы очень заблуждаетесь в момент перехода через заданную контрольную точку срабатывает вибрация то есть вы даже несмотря на экран можете по вибрации ощутить и понять где у вас находится контрольная точка это действительно круто удалять контрольные точки можно двойным нажатием на кнопку дел но это далеко не все помимо контрольных точек здесь есть очень нужная и полезная функция например у вас есть сцена в которой у вас фокус изменяется от двух метров до трех метров и вы можете назначить контрольные точки на 2 метра и на 3 метра вы можете сделать по-другому вы можете от двух метров до трех метров сделать ваш рабочий диапазон как это делается мы находим первую контрольную точку нажимаем кнопку mark и держим ее устройство переходит режим вибрации дальше мы двигаем не отпуская кнопку нашу обратите меня двигаем до нужной нам точки и соответственно опускаем ее и теперь весь ход нашего фокусировочного кольца он сосредоточен не на полном ходе который мы сделали в результате калибровки а именно на том отрезке который вам нужен то есть допустим от двух метров до трех метров мы можем точно и филигранно управлять фокусом именно между нашими заданными контрольными точками когда нам нужно соответственно сбросить наш диапазон мы просто нажимаем зажимаем кнопку дел держим ее ну и соответственно мы нажмем два раза чтобы удалить наши контрольные точки кстати обратите внимание что увеличение фокуса у нас идет в эту сторону если мы говорим о фокусном расстоянии а зум направление зума то есть от меньшего к большему именно по фокусному опять же расстоянию у нас идет другую сторону настройках моторов помимо направления движения по часовой стрелке или против часовой стрелке также можно задавать крутящий момент то есть если у вас тяжелые кино объективы достаточно тугим ходом колец то выставляете на значение крутящего момента на максимум если вы используете фото объективы у которых нет механической привязки того же фокуса то рекомендуется установить значение на medium или на low чтобы вот эти вот мощные моторы не повредили ваш объектив вот смотрю на все эти возможности вам о них рассказываю понимаю что тильта не реально заморачивается с деталями которые формируют вот это вот приятное впечатление от работы с устройствами у чего стоит только кнопка выключения вы можете выключить только непосредственно ваш хенд юнит а можете одной кнопкой выключить сразу же все устройства помимо вот этого удобного хенд юнит у нас есть еще и ручки они сделаны очень прочно и могут останавливаться на стабилизаторы других брендов например как сейчас это установлено на ручку от диджай ронин поскольку в данном сетапе у нас диафрагма не регулируется то та ручка нам не нужна и она может быть выключена я сниму ручка для того чтобы вам было виднее и понятнее для того чтобы переключиться на управление вот этими ручками вам нужно нажать два раза кнопку function у вас появляется вибрация и на экране выводится надпись slave соответственно мастер становится вот этот теперь вы видите что зум у нас регулируется вот этим джойстиком и фокус соответственно регулируется вот этим колесиком в этой ручке достаточно обширное меню большое количество всевозможных настроек но что самое интересное прямо отсюда минуя вот это устройство вы можете создавать ваши рабочие диапазоны то есть вот эти вот как раз таки диапазоны между точками а и b в которых вы хотите работать если вам не нужен полный диапазон и это можно делать отдельно как для фокуса отдельно для зума и конечно же для диафрагмы если вы будете задействовать вторую ручку и ваш сетап будет это позволять как это делается сейчас я вам покажу вот вы видите по умолчанию у нас полную пор вот этого кольца равен соответственно обороту объектива от макро положения до бесконечности теперь я хочу сделать так чтобы у нас фокус регулировался в каком-то коротком диапазоне ну например вот отсюда я нажимаю вот эту вот кнопочку два раза и мы видим что у нас начала мигать лампочка фокуса это значит что он находится в режиме выбора диапазона теперь например мы выбираем нашу другую точку фокуса и на еще раз нажимаем кнопочку эту два раза и теперь наша лампочка фокуса горит непрерывно и теперь весь диапазон движения это колеса равен движению между двумя вот этими контрольными точками точно так же как на этом блоке но не обращаясь к нему и точно так же можно сделать зумом по умолчанию нас доступен весь диапазон зумирования ну к примеру я работаю вот например отсюда нажимаем два раза кнопку и тубе теперь выбираем нашу вторую точку зума еще раз нажимаем и тубе мы видим что лампочка зума горит непрерывно и теперь наш зум плавно регулируется вот в этом маленьком и коротком диапазоне чтобы все это сбросить нам нужно опять нажать кнопку и бит здесь и кнопку и бит для фокуса точно так же аналогично это делается для ручки с управлением диафрагмы но если вы думаете что на этом утиль то закончились функции поточной регулировки вы ошибаетесь здесь есть еще переключатель диапазона он двигается вверх вниз вы в вашем диапазоне между точками а и б можете задавать сколько градусов движения вот этого колеса будет соответствовать проходу между вашими точками а и б то есть вы можете сделать 360 градусов можете сделать 180 градусов и можете сделать 45 это сделано для того что если вы работаете с фокусом то вам не нужно будет отрывать палец и крутить колесико несколько раз вы можете работать очень точно с небольшой амплитудой движения указательного пальца наверное у вас возник вопрос на каком расстоянии могут работать эти ручки расстояние от 10 до 100 метров в зависимости от того какую мощность вы выставите комплектация это сильная сторона этого устройства я уже выложил естественно блоки которые задействованы но покажу вам что есть внутри поставляется это все вот такой коробки обратите внимание насколько эргономично и продумано все находится на своем месте и это очень важно когда вы находитесь на съемках и сворачиваетесь со съемок вы наверняка можете что-то забыть что-то потерять что-то останется стоять на камере у кого-то благодаря вот такому от размещения вы точно увидите что у вас чего-то не хватает и что-то вы забыли комплекте крышном блок у нас идет ремешок и обратите внимание насколько качественно и удобно выполнено его крепление вот так вот он вставляется чтобы его вытащить нужно просто поднимать назад тильта уделяет внимание мелочам и это видно также у нас идут три сменных диска для фокусировочного кольца комплекте у нас идет крепеж для рига то есть например сейчас эти ручки установлены на трехосевом стабилизаторе но мы можем ключом который опять же идет комплекте открутить все это и точно так же вы можете использовать эти ручки на вместо двуручного хвата на тильта g1 на тильта g2 и на тильта g2 x если у вас конечно есть необходимость устанавливать туда систему фоллу фокуса и управлять всем этим с вот этой вот ручкой обратите внимание что крепеж к перекладине трехосевых стабилизаторов сделан под диаметр диджей ронин это очень хорошо что не так сделали но в комплекте также есть еще вот такие вот переходные вкладыши под трубки меньшего диаметра разумеется в комплекте есть зарядка с питанием от сети также у нас две резинки для установки на объективы соответственно два мотора и у нас комплекте три кабеля один кабель у нас питап он достаточно длинный то есть на него мы подаем питание к одному из моторов соответственно со второго мотора также у нас есть комплектный кабель мы передаем на первый мотор но если вы планируете использовать третий мотор для управления диафрагмой то в комплекте также есть 7-пиновый кабель, но длины его не хватит вам, поэтому вам нужно будет покупать более длинный. Ручки выполнены очень надежно, выполнены они из металла, помимо этого они прорезиненные, очень удобные. А также обратите внимание, что на всех блоках присутствует 7-пиновый разъем для питания, поэтому даже если у вас разрядятся ваши аккумуляторы, ничто не помешает продолжить вам работать. Что я могу сказать в качестве заключения? Мне кажется, что комментарии мои излишни, и если вы досмотрели это видео до этого момента, вам и самим все ясно. Я не знаю, каким образом компании Тильто удается продавать такие сетапы за такие деньги, но на мой взгляд эта цена, это просто подарок, потому что при том качестве, с которым они все это делают, при том качестве материалов, но обратите внимание, да, то есть у нас здесь дерево, здесь дерево, видно, что вот это вот не просто пластик, да, что это какое-то закаленное стекло, я не знаю, может это сапфировое стекло, может это аналог Gorilla Glass, все продумано до мелочей, огромный функционал. Кстати, обратите внимание, что за целый день использования этого устройства уровень заряда аккумулятора держится в районе 100%. Конечно же, выводы делать вам самим, ровно так же, как и принимать решение о том, голосовать ли вам своим собственным рублем за это устройство. Я показал вам, как все это работает, мне этот комплект очень понравился, если не сказать больше, я прям получил кайф от его непродолжительного использования, и если бы у меня были такие задачи, если бы я работал в продакшене, и у меня стоял вопрос о приобретении системы радио фоллоу фокуса, то я бы без сомнений купил себе этот комплект. Подписывайтесь, друзья, на канал, жду вас всех в инстаграме. Пока!